На сегодняшний день вакцинация детей это сложная и спорная тема в разных источниках. По словам врача и монолога детской поликнингки города Каспийска Анны Морозовой, распространено множество негативной информации о вреде прививок. Мы это знаем, мы как медики, мы можем сказать, насколько они важны и насколько они необходимы для наших детей. Но те люди, которые распространяют эту информацию, они не владеют полной информацией о том, насколько это важно в жизни наших детей. Как утверждает специалист, в последние годы в Дагестане растет количество случаев отказа вакцинации детей. Причем происходит это прямо в роддоме от самых важных прививок, которые защищают от наиболее опасных болезней. Сейчас в нашем городе, да и как по всему Дагестану и по всей России, у нас очень много случаев с заболеваемостью против кори, вернее кори и эпидемическим паратитом. Это две очень опасные инфекции, которые, если мы знаем, что кори, она не может привести, как говорится, к летальному исходу, но она может дать очень серьезное осложнение на голову. Она может привести к развитию детей менингитов и менингоэнцефалитов. То есть ребенок может на всю жизнь остаться инвалидом. Помимо этого, уже несколько лет проходит подчищающая иммунизация против полиминита. Эта инфекция является также опасной, так как может привести к инвалидности, либо вообще иметь летальный исход. Если раньше у нас делались все вакцинации живыми вакцинами, как-то люди относятся боязно к тому, что говорят живые, какие-то последствия, что-то. В данный момент мы уже детей прививаем инактивированными, ослабленными вакцинами, которые абсолютно не дают никаких побочных реакций, и дети очень хорошо переносятся. Кроме того, инактивированный полиомиелит входит в состав инактивированной вакцины Пентоксин, которую защищают от дефитрии, коклюша, столбняка и многого другого. Люди больше всего боятся побочных реакций от прививки. Но если, как говорить, о побочных реакциях, у нас раньше была вакцина наша, российская АКДС, она, это была живая вакцина, ну не живая, вакцина, которая за счет коклюшного компонента, она тяжелее переносилась с детьми, и у деток подымалась температура. Но это люди просто, они не понимают, раз у ребенка подымается температура, то есть организм ребенка, он реагирует на введение этой вакцины, и у ребенка начинает вырабатываться иммунитет. Это нормальное явление, это не считается побочной реакцией. В связи с участившимися случаями возникновения детских инфекций, сотрудники детской поликлиники проводят постоянную работу с родителями, которые отказываются от прививок. По словам специалиста, ситуация в этом направлении начала немного улучшаться. Некоторые мамы стали положительно относиться к вакцинации. Ну немножечко, потихонечку, я не скажу, прям, прям, да, все стало хорошо. Это, конечно, нужно на это время, потому что у нас очень долго, и до сих пор, я как уже говорила, проводилась эта антипрививочная работа, она и продолжает проводиться эта работа, но все равно мы стараемся донести до каждой мамы, что все-таки здоровье ее ребенка в ее руках. И то, что мы можем предотвратить, предохранить этого ребенка, мы должны это сделать. И в первую очередь, конечно, должна мамочка это сделать, потому что мы же знаем, мы прививки проводим и в поликлинике, и в школах, и в детских садах. Без разрешения родителей ни одна манипуляция с ребенком не проводится. Только после того, как родители подписывают разрешение, только тогда ребенок у нас прививается.